В стенах Ставропольского дворца детского творчества прошла игра «Знай права, люби Россию». Вы знаете, ежегодно в летний период времени дворец детского творчества становится одним большим лагерем, городским лагерем. И у нас за лето отдыхает порядка 800 детей. И, наверное, это одна из самых основных площадок, когда лето мы посвящаем детям. Не только в плане развлечений, эмоций положительных, но и, конечно же, в плане обучения, познавательной деятельности и, естественно, безопасности. Вот одно из таких мероприятий было проведено сегодня. С помощью смекалки школьники должны были ответить на вопросы о правах и обязанностях. Все действие было связано с героями сказок или фильмов. «Нами неоднократно уже проводились мероприятия по повышению грамотности деток на базе школ в рамках федеральной программы «Школы грамотного потребителя». Там, где мы повышали грамотность детей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Здесь схожие цели – повышение грамотности детей. Но мы решили выбрать направление повышения грамотности в области права, правоведения, юриспруденции. Поэтому задача наша была построена таким образом, чтобы сказать о сложном простыми словами. Дети запоминают, дети учатся владеть своими правами, знать обязанностями, свои обязанности и одновременно работать в команде, что самое главное. Детям понравилось. Детям понравилось не только живое общение, но и сладкие угощения. Задачи нужно было решить за короткий промежуток времени. Все ситуации актуальны и постоянно возникающие в реальной жизни. Поэтому польза от мероприятия огромная. Это отметили все участники. Мы живем в правовом государстве, и каждый гражданин должен знать о наличии у него прав, а также обязанностей. Зная права, надо всегда соизмерять их с теми обязанностями, которые есть, и с той ответственностью, которая может наступить, если ты нарушаешь права другого человека. И очень важно в любом возрасте иметь представление об этих базовых понятиях, об этих базовых элементах, без которых невозможно существование именно гражданского общества, без которого невозможно существование правового государства. И чем раньше мы начинаем знакомиться с этими понятиями, тем проще нам в последующем выходить в большую жизнь, скажем так. Еще один важный момент, что такая игра несет в себе функцию профилактики. Дети, которые знают нормы права, реже их нарушают. А незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности.